Всем привет! Я Даша и я рада вас всех видеть. Надеюсь, это взаимно. Я зашла, что 1 апреля это такой очень подходящий день для того, чтобы повидаться. И сегодня я буду рассказывать о книге Эдварда Родзинского «Николай II». Она повествует, конечно, о нём самом, о его семье, о его симпатиях, о его характере, о его убийстве. И книга написана очень занимательным, увлекательным языком. Казалось бы, автор очень объективен. Он учитывает самые разные мнения, самые разные свидетельства, дневники, письма, интервью, личные какие-то встречи. Он встречался со свидетелями событий и даже с их детьми, внуками. Не смотря на всё, я бы не назвала его объективным, он на стороне короля, царя, его семьи, конечно. И он его защищает. И те действия, которые историкам нам с вами могут показаться не совсем правильными. Он их оправдывает, он их объясняет с точки зрения человека, который любит Николая II. И если вы из числа оонных, то эта книга вам непременно придётся по душе. И он так чувственно... Чувственно... В общем, он так пишет, что сидишь и злишься на всех этих дураков, на всех этих убийц, плохих людей. Я взяла несколько лет назад моду на полях книг писать какие-то свои мысли, мнения по поводу написанных строк. Кстати, очень любопытно, когда потом читываешь такую книгу и видишь свои заметки, очень любопытно с ними знакомиться. Так вот, я прямо списала все поля. И поверьте мне, комментарии не были благожелательными. Так что, если вы любите Николая II и сердито фыркаете на всех людей, которые произносят его не самые хвалебные слова, то эта книга совершенно и абсолютно для вас рекомендуем. На этом всё. До скорых книг. Пока.